МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые единомышленники! Мы, Бонус и Гомовер, пришли делиться с вами воспоминаниями о том, что было очень давно и о том, чего не было вообще. Сегодня мы воскрешаем в памяти год 1994-й. Компьютеры в ту пору подверглись нашествию игры со страшным названием еретик. Ну вот что такое ересь в самом общем виде? Ложное учение. 1994-й год был годом больших ложных учений, адептами которых сделались миллионы сограждан. Интересно, что граждане поклонялись финансовым организациям. МММ. А властелина? Чарабанк. И другие. Суть учения сводилась к следующему. Тысяча процентов прибыли в год, а работ не надо. А ляпщик-деленька. А болтешь. На этом фоне события, о которых рассказывал еретик, вовсе не выглядели фантастическими. Сюжет здесь пропитан мистикой. И прижет грифсадника змеиных, а келев рыкающие, иски кого поглотите. И настал глад и вор по всей земле, трус великий в городях, знамения вели и на небе. И только эльф Корвус... Ворон в переводе. Один не убоялся проклятых тварей. Собственно, Корвус и есть наше альтер-эго. У него появились способности, ранее недоступные в играх этого жанра. Во-первых, он умел вертеть головой не только справа налево, но и сверху вниз. Что давало возможность смерить противника презрительным взглядом, прежде чем прикончил. Во-вторых, время от времени герой мог левитировать. Ну, летать стал быть. Для ворона это вполне естественное состояние. Кроме того, в еретике впервые появилась так называемая инвентария. Место, где персонаж хранил свой скарб. Полезные амулеты, зелья и прочие артефакты. Они на время увеличивали силу, мощь оружия, делали Корвусы неуязвимым. А вот интересно, существуют зелья, которые из, допустим, 50 нормальных процентов прибыли делают тысячу? Нет. Но есть зелья, которые заставляют в это поверить. Я не халявший. Я партнер. В игре вам противостоят создания, как будто сошедшие с триптиха Иеронима Босха страшные суки. С правой створки. Особенно пугает молотавр. Существо, похожее на минотавра, мощной плане, сжимающее железный молот. И повсмахнет он десницей своею и... Ну, подожди, подожди. Ну, там есть и более страшные создания. Взять хотя бы главного злодея Дэспэрилла на ручном драконе. Вот кто поистине ужасен. Даже имя его звучит так, как будто человек заикается от страх. Дэ-дэ-дэспэрилл! Что? Видишь ли, не знаю, как насчет его спэрилла. В лицензионном соглашении к игре... Ну, 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 ну! Ну, там, где обычно пугают ФБР. Ну! В еретике сказано, что за теми, кто не заплатил за программу, придет молотавр. Я помню, в девяносто четвертом году мы делали некую программу о компьютерных играх И ты, кажется, достал еретика Неужели? Я хотел как лучше Смываемся Бежим